Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 27 главы книги Деяний, которое сначала до конца описывает путешествие апостола Павла из Палестины, из города Кесария, в город Рим, в Италию. Как мы помним, апостол Павел был арестован, и после суда, который описан в 26 главе, после суда, в котором участвовал правитель Порцифест и иудейский царь Агриппа, его сестра Еленика, согласно просьбе самого апостола Павла, он отправляется в Рим на суд Кесаря. 27 глава с 1 по 8 стих описывает один из этапов путешествия апостола Павла, а именно путь из Кесарии на остров Крит. В Кесарии апостол Павел садится вместе с другими узниками, которых сопровождает вместе с солдатами сотник Августова, то есть императорского полка по имени Юлий. Так вот, этот Юлий фрактует корабль, который идет из города Кесария в город Адрамитий. Он называется Адрамитский корабль. Но Адрамитский корабль, он следует на самом деле на западное побережье, вернее даже северо-западное побережье Малайзийского полуострова, то есть на нем в Рим никак не приплыть. И поэтому этот корабль плывет из города Кесария, дальше на север вдоль побережья Палестины и Сирии в город Сидон, затем, оплывая побережье Палестины, Сирии, потом на севере Малайзийского полуострова, прибывает в город Мирликийский, где сотник Юлий пересаживает узников вместе с апостолом Павлом уже на Александрийский корабль, который плыл из Египта, из города Александрия в город Рим. Вот именно тем, что Адрамитский корабль не мог привезти их в Рим, и была обусловлена эта пересадка, которую они делают в горы, в городе Мирликийский, он нам хорошо известен, поскольку один из великих святых в православной церкви, святитель Николай, он как раз был епископом этого города. Итак, после того, как апостол Павел пересел на Александрийский корабль, они плывут дальше на запад, проплывают к Нид и затем спускаются вниз на юг к острову Крит. Но на острове Крит они огибают с восточной стороны мыс Салмон и проплывают вдоль южного побережья Крита до вот следующего пункта. Он называется Хорошей пристани, которая находится близ города Лосеи. Уже, судя по дальнейшему представлению, заканчивается сезон навигации на Средиземном море, который по свидетельству древних историков, я беру именно эти свидетельства, потому что они плыли на древнем корабле. И они для нас, эти свидетельства, очень важны в этом смысле. Так вот, по свидетельству древних историков, навигация в Средиземном море, она начиналась где-то в середине весны и заканчивала в середине осени. В общем-то, не так много месяцев они подходили для плавания. И остановка в Лосеях в данном случае, это была попытка именно перезимовать. То есть Крит, он планировался именно как остров, где все вот эти почти 300 человек, которые плыли с сотником Юлием, они перезимуют, чтобы уже в следующий навигационный сезон добираться спокойно до Рима. Но, к сожалению, я не могу здесь с такой фактической точностью сказать, но, возможно, вот это название «Хорошей пристани» может быть, какая-то здесь была ирония, потому что капитан корабля считал это место плохим для зимовки, и было решено найти подходящее место для того, чтобы на корабле переждать зиму. И кормчик корабля, он же капитан, решает плыть вдоль южного побережья Крита на запад в город, который называется Феникс, и там перезимовать. Тем не менее, апостол Павел предупреждает и останавливает эту попытку, говоря им «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза корабля, но и для нашей жизни». Ну, отчасти, может быть, апостолу Павлу было какое-то откровение, да, о последующей буре, но не будем учитывать и такой важный исторический момент, что если основываться на втором послании апостола Павла к Коринфянам, то он до этого побывал в кораблекрушениях уже аж целых три раза. Как он сам пишет, что три раза я находился в открытом море, то есть фактически, вот согласно описанию второго послания к Коринфянам, апостол Павел трижды в своей жизни, сутки, провел в открытом море, в общем-то, будучи выброшенным с корабля в результате кораблекрушения. Поэтому просто Павел уже как опытный человек ведет себя, и, предчувствуя неладное, он об этом и говорит Юлию и Кормчиму. Но сотник более доверял Кормчиму и начальнику корабля, нежели словам Павла. Ну, правда, кто такой Павел, а кто такой опытный моряк, опытные морские волки, которые в данном случае вели этот корабль. На древнем судне переплывать с юга на север из Александрии Египетской в Рим, ну, в общем-то, нужно было быть очень опытным человеком. Тем не менее, апостол Павел оказался прав. Сначала ничто не предвещало беды, дул южный ветер, который позволял с помощью, очевидно, парусов плыть вдоль побережья, но затем внезапно, и эти события, описанные в 27 главе, в стихах с 14 по 44, начинается буря. С севера начинает дуть сильный ветер, который называется Эврокледон, и корабль беспомощно начинает уносить в открытое море. Корабль уносит, более того, этот корабль чуть не разбивается о маленький остров, который находится напротив южного побережья Крита, который называется Клавда. И это начало шторма, который для корабля и для тех, кто на нем плывет, будет продолжаться аж целых 14 дней. Я всем советую очень внимательно прочитать описание этой бури. Прочитать то, как вели себя моряки, что делали для спасения корабля, как они выкидывали с корабля все лишнее, как они обвязывали его веревками для того, чтобы он не развалился. Все эти подробности, они здесь присутствуют. И мне кажется, для полноты картины можно посоветовать нашим зрителям прочитать соответствующие отрывки из книг наших знаменитых путешественников. Например, из книг Тура Хейердала, который тоже делал эксперименты, и удачные, и неудачные, эксперименты, которые заключались в плавании на судах, которые были скастурированы по каким-то древним свидетельствам, то есть, фактически, являлись копии древних судов и тот же самый эксперимент повторял известный путешественник Тим Северин, который на традиционном историческом судне на ирландской лодке, он путешествовал, в кожаной лодке путешествовал из Ирландии до Ньюфандленда. Почему эти описания очень интересны? Потому что сам дух описаний, а эти путешественники тоже описывают свои попадания в бурю и в шторм, они очень интересны и по духу, и даже по некоторым техническим деталям, они очень совпадают с тем, что написано в книге «Деяний», и мы видим, что Лука, который здесь присутствует вместе с Павлом, тоже переживает этот шторм, и у нас не остается никаких сомнений, что перед нами свидетельство именно очевидцев. Хотелось бы отдельно сказать о том, как ведет себя в этот момент апостол Павел. Происходит очень поучительный случай, который имеет для нас очень важное, вероучительное значение. А именно, во время этого страшного шторма апостолу Павлу приходит откровение от Бога, что на самом деле никто не погибнет, но что все спасутся. Вот как об этом говорится в книге «Деяний». «Ибо ангел Бога, которому я принадлежу, говорит апостол Павел, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, должно тебе предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех полывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Ну вот эти слова апостола Павла, это ссылка его на откровение ангела, его такая уверенность в благополучшем исходе плавания, она находится в некотором диссонансе с последующими действиями Павла. А именно, когда наступает критическая ситуация, моряки договариваются между собою сбежать с корабля. Вот как это происходит. «Когда же корабельчики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будут хотят бросить икоря с носа». То есть моряки хотели обмануть тех людей, в общем-то, профанов, которые не посвящены морское дело, хотели их обмануть и сбежать с корабля. Пытались изобразить, что они якобы бросают лакарь, якорь, при том, что согласно измерению глубины с помощью лота, о чем тоже с такими очень важными подробностями, с техническими деталями рассказывается здесь в 27 главе книги «Деяний», они, в общем, их действия были логичны, как будто бы логичны, они делали вид, что хотят опустить воду якоря. На самом деле они хотели сбежать. И вот что делает апостол Павел. Во-первых, он это заметил. Он угадал их замысел. Возможно, что и опыт предыдущих неудачных путешествий на корабле здесь сыграл свою роль. И Павел сказал сотнику и воинам, «Если они останутся на корабле, то вы не можете спастись». Действительно, корабль, который остается без специалистов, без тех, кто умеет им управлять худо-бедно, с ним может случиться несчастье, он или перевернется, или что-то еще худшее с ним произойдет. И апостол Павел, понимая это, докладывает об этом Центуриону, и тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. И вот мы можем даже представить себе лица этих моряков, которые договариваются, шушукаются, пытаются договориться, как им сбежать с корабля, чтобы хотя бы свои жизни спасли. Ну куда уж там, ладно, узники, пускай себе погибнут, но хотя бы мы спомсемся. Вот они и договариваются, подходят к этим лодкам, чтобы их развязать, и тут они слышат топот ног, как подходят римские воины, достают из ножен свои мечи, и на глазах изумленных моряков перерубают канаты, и лодка, на которой они хотели спастись, падает в море. Но нам, может быть, интересны не только вот эти драматические страницы этого путешествия, а почему апостол Павла так себя ведет? Почему, получив от Бога обещание, что все будет хорошо, он, тем не менее, не теряет бдительности, он следит, что происходит на корабле, и говорит, что если моряки сбегут, то мы не спасемся. Но если ты веришь в Бога, и Господь сказал тебе, что вы спасетесь, почему тогда ты говоришь, что вы не спасетесь? И, как бы, полагаешь свою надежду на моряков? И, конечно, мы обязательно должны дать на это ответ. А ответ, на самом деле, очень простой. Что помощь Божия и участие Божьего промысла в нашей жизни, и апостол Павел очень ярко это показывает, не только не исключает нашей собственной активной позиции, активной деятельности, но предполагает ее. То есть мы можем жить с Богом и иметь помощь Божью, только активно содействуя Богу. Как поведение Павла часто расходится с поведениями людей, которые говорят, вот, ну, пускай, как Господь решит, так и будет. И здесь видно не сколько надежды на Бога, сколько какая-то беспомощность и нежелание трудиться. Но апостол Павел нам показывает этот очень важный духовный баланс. Да, мы надеемся на Бога и на помощь Божию, и имеем эту помощь, но все равно мы должны действовать. Именно Господь дал Павлу этот ум. Господь дал ему понять, что может произойти что-то очень плохое, непоправимое, если сейчас он не проявит свою твердость и не проявит свою решимость. Вот апостол Павел здесь дает пример того, как нужно относиться правильно, взвешенно и трезво к промыслу Божию. В конце концов, корабль садится на мель, полностью разбивается волнами, но поскольку измерения лотом они давали понять морякам, что уже приближается суша, потому что каждый раз глубина все больше и больше уменьшалась, то на лодках все, кто плыли на корабле, простите, не на лодках, а на досках, спасаются на берег. И всего этих людей 276. Почти 300 человек. Все спаслись, и никто из них не погиб. Ну, а вот та суша, куда выбросило этих пострадавших путешественников, назывался остров Мелит, который сейчас называется остров Мальта. Но это будет уже относиться к содержанию следующей главы. Субтитры создавал DimaTorzok